Дорогие друзья, приветствую вас из Чешской Республики. Зовут меня Наталья Тупа. Фамилия Тупа чешская, потому что мой муж чех. Вот так собралась я с духом, ну, наконец-то вам снять какое-то видео, потому что как-то у меня по техническим причинам был такой перерыв, потому что меня замучила студия и YouTube. Постоянно мне посылали сигналы, что я сделала какую-то ошибку. Хотели подтверждение моей идентины, и я с этим боролась, и у меня ничего не получалось. Но, наконец-то, к нам в гости приехал родственник, один молодой мужчина, чех, и он мне добровольно помог с этим разобраться. Мы нашли ошибки, мы всё исправили. Поэтому у меня появилось настроение снова вам снять видео. Хотя, конечно, сейчас такое время, что настроение, я не думаю, что у всех слишком хорошее. Ну вот, я специально для вас нарядилась в блузочку. Вот, я не знаю, как лучше сесть, чтобы вы меня видели. И микрофончик у меня здесь не могу себе подцепить. Он очень качественный, но кабель у него короткий. Вот. Хочу вам показать вот блузочку, которую я себе сшила и нарядилась специально для вас. И кому, если интересно, напишите в комментариях. Я расскажу вам, откуда я брала выкройку, из чего я её сшила. И, может быть, даже покажу примерочки, с чем я её собираюсь носить. Вот, весной и летом, такую красивую, нарядную. Итак, что меня особенно повозбудило снять сегодняшнее видео? Во-первых, огромную благодарность приношу всем своим зрителям за то, что вы так добры ко мне. За то, что вы пишете постоянно слова поддержки. Просите, чтобы я ещё что-то снималась, что вам нравится. Это огромное спасибо. И, тем более, пишут и до сих пор пишут отзывы с благодарностями на старые видео. Например, моё старое видео, в котором я снимала главный вокзал в Праге. Оказывается, людям очень помогает ориентироваться и даже задают дополнительные вопросы. Это всё прекрасно. И ещё меня, конечно, тонизирует то, что, несмотря на то, что я не снимаю, мне продолжают люди подписываться. И меня как-то думаю, ну, люди подписываются, а я ничего не снимаю. Наверное, надо собраться с мыслями и чего-то снять. Вы не думайте снять для вас видео. Это большая работа. Это нужно всё здесь наставить, всё поставить, себя немного как бы в порядок провести, потому что я не могу себя снимать просто так, как будто я только что встала с постели. И дело в том, что потом обрабатывать это видео – это такой долгий процесс, что иногда даже 6 часов времени я истрачу для того, чтобы вам какое-то видео запустить. Ну, сегодня я хочу, конечно, ответить своей дорогой подписчице Любовь. Я не знаю, смею ли я называть её фамилию. Моя очень уважаемая и часто пишущая комментарии – Любовь. Мне такие задала наводящие вопросы, что тут можно развивать и развивать темы. Так вот, я специально в ноутбук включила, я вам прочитаю. Во-первых, она мне здесь советует всякие всевозможные советы, чтобы я что-то включала, подключала, чтобы мне платили и всё такое. Ну, я, конечно, всё равно на YouTube не рассчитываю на основной заработок вообще. Но, конечно, если какую-то копейку получу, это всё равно приятно, потому что оценен мой труд. Всё-таки я уже на YouTube работаю почти три года. Дальше. Конечно, и другие мои любимые и уважаемые зрители тоже подсказывают, какую кнопку включить то, 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 то. Но вы знаете, дело в том, что техническая часть для меня очень трудна. Вот то, чего я научилась, и то, слава богу, дело в том, что я интернет познала только после 50 лет. Итак, вопрос, вопросы прекрасные. Любовь мне задала. Почему некоторые люди, прожив 20 лет в Германии или, может быть, в Чехии, решают вернуться в Россию? Это, конечно, единичные случаи, но всё же они есть. И ещё один вопрос. Были ли вы в Германии? И чем отличается Германия от Чехии, немцы от чехов? Ведь они, ведь они очень близки, и в каких-то, может быть, ещё странах вам довелось побывать. Значит, видите, какие прекрасные вопросы, и как их много. Значит, прожив 20 лет, возвращаются назад в Россию? Ну, я думаю, что после 20 лет возвращаются, конечно, единицы, наверное. Ну, например, такие, как наша певица-то, которая поёт «Люба-любонька, целую тебя в губеньки». Конечно, она вернулась из Америки, кто её знает, где она там пела, может, по каким-то ресторанам, а здесь, в России, она звезда. Ну, может быть, я и ошибаюсь, но это, например. Ну, вот смотрите, кто-то в Европу приехал, например, из города Читы или из Улан-Удэ. Я не думаю, не знаю, кто бы хотел отсюда вернуться, например, в город Улан-Удэ. Ну, не знаю. Я, кстати, там жила. Или, например, да, в Казань можно вернуться назад. Всё-таки Казань более-менее приличный город, третья столица, да. Я даже знаю одну блогершу, не буду называть её имя. Она тоже прожила какое-то, я не знаю, сколько лет во Франции и даже была замужем за французом, но всё равно вернулась, например, в Казань. Да, конечно, если вам есть куда возвращаться, если вы почувствовали, что вам, например, на родной земле комфортнее жить. Если, например, у вас там более престижная работа, если у вас осталась какая-то хорошая квартира, а здесь в Европе вы всё как, ну, хоть лоб себе разбей, не можете заработать ни на какое жильё, всё время как бы в поднайму. Всякие случаи бывают. Или, например, у меня была одна знакомая, которая здесь была с сыном, и сын уже имел постоянное место жительства в Чехии, а всё равно вернулся домой, в Украину. Наверное, потому что там осталась трёхкомнатная квартира мамина. Может быть, невеста своя, украинка, ближе к сердцу, милее. Это, конечно, трудно сказать. Да, бывает, есть такие люди, которые, например, вот жили-жили они, например, 30 лет, там, например, в каком-нибудь городе Муроме, да, или в Иваново, приехали в Европу, да, пожили 20 лет, мыкались-мыкались, да. Всё равно, если ты там работал главным инженером, ты здесь главным инженером работать не будешь. Единственный шанс, вот насколько я вижу по своей практике, кто может остаться на одном и том же уровне, это медсёстры. И то, даже врачам не всем удаётся снова сдать экзамены, чтобы здесь работать врачом. А представляете, каково, врач приехал сюда, экзамены сдать не может врачебные, приходится работать за медсестру. Как это для человека психически унизительно, да, он возвращается лучше домой. Или, например, вы там были каким-нибудь инженером-изобретателем, да, на какой-нибудь фабрике, а сюда приехали, а тут таких и не надо, тут давно всё изобретено. И поэтому вот людям очень здесь часто вы на одном и том же уровне работать не будете, то, что вы делали, например, у себя дома. Например, вот мой диплом, да, совершенно, он с нострификацией. Я, например, у себя дома работала в санэпидстанции, да, помощником санитарного врача. А сюда я приехала, здесь таких очень-то не надо. А если надо, так ещё с таким знанием английского языка, что ты должна в санэпидстанции английскую документацию переводить на чешский язык. Поэтому, конечно, вот может быть из-за этого. Ну, так же знаю такие случаи, кто возвращается, которые мало пробыли. Вот, например, со мной тоже одна работала. Мы жили в общаге, мы жили все в одной комнатке, у каждой была своя постель. Конечно, одна женщина опять назад к себе домой вернулась, потому что не выдержала. Или, например, я вот знаю, вот сейчас очень много приехало в Чехию с Украины. И я знаю, что многие не выдерживают, возвращаются назад. Даже вот родственники моих знакомых или коллег, например, говорят, вернулись снова домой. Потому что там, например, есть куда вернуться, дом остался. Хотят домой, мы, говорят, нет. Они так и говорят, мы не можем здесь. Это вы привыкли. Здесь всё другое. Понимаете? Да, здесь всё другое, всё другое. Вот, кстати, к тому, что здесь всё другое, хочу вам ещё одну вещь сказать. Вот у меня был родственник, да, Чех, в гостях. Он работает специалистом по продаже электронной техники. И он говорит, ну это, говорит, вообще... Ну, на чешском, конечно, говорит, ну как противно. Эти, говорит, которые приезжие, они, говорит, совершенно не здороваются, не говорят «до свидания», не говорят «пожалуйста». А если что-то хотят, то «эй, иди сюда, эй». Вы знаете, это так некрасиво. Вот всегда надо во всей Европе, хоть где, хоть в Германии, хоть в Чехии поздороваться, что язык отсохнет. И «до свидания» сказать. Здесь даже прощаются, здороваются и говорят «до свидания» с водителем автобуса. Каждый заходишь в автобус «добрый день», «доброе рано», просим вас, пожалуйста, листочек, билетик там до Праги. Или как дверь тебе открывает, ещё помашешь ему ручкой и скажешь «насхладоноу», а он вам помахает рукой. Ну так принято просто. Мы же все хвалим Европу, говорим. Ну, может быть, не все, но кто, может быть, слаще морковки ничего не ел, хают Европу. Есть такие тоже патриоты, я их знаю. Ну, смотрите, многим нравится. Ой, как здесь хорошо, ой, как здесь культурно, ой, какие здесь вежливые. А мы припёрлись сюда со своим хамством, которое нам воспитывали с 17-го года, что у нас фраза «гнилая интеллигенция», гнилая интеллигенция, да? Ну, ребята, нет. Так что, пожалуйста, вот имейте это в виду. Говорю от чистого сердца, никого не хочу раздражать, но это надо знать. Вот. Так, это у меня там копают песочек. Наверное, Пьер Безухов, мой котик. Значит, дальше. Это, конечно, так, так, ещё один вопрос. Были ли вы в Германии? Да, была. Была, была, конечно, была. Ещё даже была во времена Советского Союза. Ну, Пьер, Пьеро, иди сюда, миленькая, иди сюда, мой хороший. Была. Была ещё во времена Советского Союза. В Акурат. Это было время, когда уже вот-вот-вот ломали берлинскую стену. Были мы в Восточной Германии. А, это Мишенька, оказывается. Были, жили мы в Восточной Германии, вернее, служил мой бывший муж. И я там была в качестве жены военнослужащего. У меня есть видеоролики старые, ещё трёхлетней давности. Или поищите, посмотрите. Или, если кому интересно, напишите. Я вам могу ещё раз рассказать, но только, может быть, в более, с другого ракурса жила, да. И бывала в Германии, потому что мой муж, он родился в двух километрах от Германии, в городе Аш. И, значит, чем отличается Германия от Чехии, немцы от Чехов? Ведь они очень близки. Да, близки. Да, близки. И, может, ещё в каких-то странах были, поделитесь, да, в каких странах. Короче говоря, мой муж родился в двух километрах от Германии, в городе Аш. Его отец наполовину немец, бабушка с отцовской стороны была немка, бабушка со стороны матери была чешка с Моравы. И вот такой смешанный брак. Они очень, очень, да, чехи и немцы близки, они любили друг друга. Так, поэтому, чем Германия отличается от Чехии? Вот это на мой личный первый взгляд. Ну, Чехия, конечно, это страна бывшего социалистического лагеря. То, что здесь протоптались большевики, это, конечно, чувствуется, чувствовалось. И мне рассказывали родственники, как тут было и что тут было. Ну, не будем внедряться в политику. У меня не политический канал. Ну, чем отличаются? Конечно, немцы аккуратисты, педанты, пунктуальные. У них, конечно, больше порядка, когда заезжаешь из Чехии в Германию. Там, конечно, там намного больше чистоты, намного более ровные дороги, нет заплаток на дорогах. Ну, и народ будет повежливее, покультурнее. Здесь всё-таки есть такие прослойки с плохим воспитанием тоже. Хоть основная масса чехов очень-очень хорошо воспитана и культурно. Здесь всё-таки встречаются тоже прослойки, как и везде. Тоже, например, могут раскидывать всякие бумажки, всякие баночки. Говорят, что раньше такого сильно не было. Народ, видать, разбаловался. И тоже вот даже вот этот родственник мне рассказывал с чешской стороны, что да, в Германии особо заострённо обращают внимание, ведёшь ли ты себя вежливо, поздоровался ли ты. Если ты не поздоровался, с тобой продавец даже не будет хотеть разговаривать. Я помню, когда ещё я в качестве жены военнослужащего, мы жили в Восточной Германии, и как мы с одной знакомой, с соседкой, пошли в какой-то магазин немецкий. И вдруг она летит ко мне с красным лицом и говорит, мне дали по морде. А я говорю, как это? Ну, я, говорит, вот только там вот очередь стоит из людей, а я, говорит, только вот посмотреть хотела и всунула туда свою морду. А меня, говорит, как шваркнули, и слова даже не сказали. Я ей ответила, что здесь так не принято, только посмотрела. Стой в очереди, тогда и посмотришь. И даже пока твоя очередь не дошла, даже не пытайся разговаривать с продавцом, он на тебя не будет обращать внимание, пока не обслужит того клиента, с которым работает. Обслужил того, он уходит и к тебе точно так же, с улыбкой и вежливо обращаются. Кстати, вот здесь очень много улыбаются в Европе все друг к другу, потому что все друг к другу хотят показать, что у всех такое настроение добродушное к тебе. Как у нас говорят, смех без причины – признак дурачины. Как я, например, одну свою родственницу подсказывала, чтобы она не ходила такая хмурая по улице, немножечко расслабь лицо, улыбайся. Она мне ответила, «О, мне скажут, что ты улыбишься, как дура». Вот чем мы отличаемся. Но, как говорится, вопрос был такой, чем отличается Германия от Чехии. Ну, что там чуть-чуть почище, чуть-чуть покультурнее. Ну, в общем-то, а люди чем отличаются? Ну, мужчины вроде как будто везде одинаковые, везде вежливые, везде относятся с уважением к женщинам. А женщины, я бы сказала, что в Чехии они больше наш славянский тип. Они, больше их встретишь, накрашенное лицо, губки накрашенные, много украшений, цепочки, всякие колечки, всякие серёжечки и губки накрашенные, а немки почти не встретишь. Больше такая мужеподобная, в майке, даже, может быть, без нижнего белья. Ей всё равно, они эмансипированные очень, у них никто за мужиками не гоняется, как у нас. Там никто не колдебасит на высоких каблуках по колдобоинам. Здесь люди, никто не стремятся другим соседям показать, как они живут хорошо и что у нас всё лучше, чем всё у других. Каждый только старается для себя и для своего удобства. Если кто-то нарядился, то только сам для себя. И обувь будет удобная только для себя любимой. Вот так здесь всё ходит, как говорят чехи. Вот. Ну и ещё, значит, последний вопрос. В каких странах удалось побывать? А напоследок я скажу. В каких странах мне удалось побывать? Ну, то, что я на территории Советского Союза жила, родилась в Казани, жила под Улан-Удэ, в Украине жила, в Арциском районе, а потом жила в Московской области, не-не-не, не Московская область, в Шуе, Ивановская область. В Шуе это вот это вот я жила, поэтому, наверное, мне очень было легко сюда приехать и переезжать с места на место. Мне всю жизнь было в привычку. А так я была в Европе. Я была в Париже. Ну, как такой заезд туристический. Ну, в Германии я вам рассказывала уже, само собой, бывают заезды. Вот тоже планируем, может, в следующий раз тоже завернём в Германию. Её нужно по хозяйству посмотреть, кое-какие дела. Дальше, значит, была в Испании Пальма де Майорка, как туристка. Была в Сицилии. Ну, и была в Италии, не помню, сколько раз, в Риме. Вот. Вот в таких я странах была. Ну, в Африке никогда, конечно, не была в Египте, не была в Турции, не была ни разу. Вот такие мои жизненные приключения. Итак, дорогие друзья, на этом до свидания. Пишите, у кого какие есть вопросы. До следующих встреч. Наверное, буду стараться снимать для вас видосики, что если вам, мои милые, вы пишете, что вам моё видео помогает поднять настроение, я очень рада. Так буду стараться вам настроение, наверное, поднимать. И до свидания, дорогие мои, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok